В выходные ульяновцы праздновали присоединение новых территорий к России. Этой дате посвятили фотовыставку у Дома культуры «Строитель», провели патриотический флешмоб и концерт. В последнем приняли участие пять детских песенных и танцевальных коллективов, два из которых удостоены звания «Народный». В основном у нас тематическая сегодня программа, и она у нас связана с Россией, с Родиной, где мы говорим, что мы вместе, мы единое целое. К мероприятию творческие коллективы готовились с энтузиазмом. Талантливо исполненные патриотические композиции позволили зрителям ощутить всю важность и значимость дня воссоединения и почувствовать себя частью большой страны. Зрителям концертная программа пришлась по душе. Многие из них пришли с детьми, ведь очень важно правильно воспитывать молодое поколение. В стране происходят разные события, и на основе этих событий памятные даты, которые потом будут вспоминать наши дети. И вот, собственно, с маленького мы к ним привыкаем. Также в честь праздников Парки Победы прошла военно-патриотическая спортивная игра «Ульяновец-2.0». В ней приняли участие более 400 учащихся – школьники старших классов, студенты техникумов, колледжей, вузов. Которая реализуется при поддержке субсидий от Росмолодежи, при поддержке Министерства молодежного развития Ульяновской области и Дома молодых. Работало несколько площадок. В игре учащиеся продемонстрировали силу, выносливость и ум. Ребята бегали, стреляли, рассказывали интересные факты из истории страны. Смогли участники и поработать в команде. Дружно, всегда, все вместе, отвечаем на все. По одному никогда ничего не отвечаем. Мне нравится все, в принципе, это очень интересно и увлекательно. Напомним, что 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашение о включении новых территорий в состав Российской Федерации.